Дня защитников Отечества В настоящее время военно-политическая обстановка в мире очень напряженная. Она непредсказуема. Соединенные Штаты Америки постоянно наращивают свой боевой потенциал, размещают сухопутные войска на границах России. В Польше и Румынии уже на боевое дежурство заступают средства противообороны Соединенных Штатов Америки. Бюджет Соединенных Штатов Америки на 2017 год выделен, военный бюджет, около 600 миллиардов долларов. Исходя из этой обстановки, наш президент, верховный главнокомандующий, принимает все меры для оснащения вооруженных сил. И яркий пример даже в Алтайском крае. Разворачивается станция новая дальнего обнаружения системы предупреждения о ракетном нападении. Эта станция обнаруживает пуски ракет, сопровождает их и выдает достоверную информацию на центральный командный пункт Генерального штаба. Здорово. Это уже установили или установили? Уже 30% станции работает. И эта достоверная информация идет на центральный командный пункт Генерального штаба, как я уже сказал, и впоследствии президенту Российской Федерации для принятия решения. Если вас интересует, как президент принимает решения, я вам скажу, в настоящее время все задают вопрос, что такое ядерные чемоданчики. Я это объясняю. Ядерные чемоданчики имеются у начальника Генерального штаба, министра обороны и, соответственно, верховного главнокомандующего. Вот все картинки, которые показывают по телевидению, когда около нашего президента находятся офицеры в морской форме, вот они, эти ящички. Ситуация-то достаточно сложная. Мы помним 90-е годы, когда у нас закрыли все училища, военные училища, у нас очень многие полки, которые здесь стояли, были расформированы. Сейчас мы видим обратную ситуацию, что наоборот устанавливается. Устанавливается. Сегодняшнее назначение наших вооруженных сил, оно большое значение имеет, я так понимаю? Сейчас оснащение вооруженных сил Российской Федерации. И боеготовность очень высокая. За последние годы, в течение 5-6 лет, было выделено большое количество денежных средств. Но бюджет наш на 17-й год составил 60 миллиардов долларов. Это много или мало по сравнению с другими годами? Значит, это увеличился. Увеличился, да? Увеличился. И вот эти вот все меры привели к тому, что наши вооруженные силы стали сейчас лучшими по оснащению и сильней вооруженными силами в Европе. Какие мы сейчас направления имеем? Что мы делаем? Мы сейчас работаем по двум направлениям. Первое направление – это социальная обеспеченность офицеров запаса и офицеров ветеранов военной службы. Мы вот в настоящее время уже получили письмо от министра обороны, которое мы отправили по поводу несвоевременного обеспечения медицинскими препаратами офицеров запаса и офицеров ветеранов военной службы. А вот любопытно, что в этом письме? Он понял вас, поддерживает или что? Да, да. Я вам расскажу историю. В настоящее время Министерство обороны выделяет определенные средства Центральному военному округу город Екатеринбург. На основании этих денежных средств Центральный военный округ города Екатеринбурга составляет договор с нашим Министерством здравоохранения. На основании этого договора денежные средства поступает в Министерство здравоохранения Алтайского края. Закупается лекарство и, соответственно, через аптеки выдаются ветеранам вооруженных сил. Нормально, хорошая система. Хорошая система, но почему мы написали письмо Министерства обороны? Не своевременно. Не своевременно, понятно. Деньги выделяются и лекарства мы покупаем только в мае, в июне месяце. То есть полгода прошло, офицеры запаса и офицеры ветеранов вооруженных сил, они только ждут. Выход какой-то есть из этой ситуации? Что сказал министр? Министр обороны дал команду командующему Центральному военного округа, чтобы побыстрее заключать договор. Денежные средства уже выделены. И, соответственно, мы надеемся и рассчитываем, что в этом году пораньше придут денежные средства. Это зависит и от нашего Министерства здравоохранения, как они быстро это будут делать. Следующий вопрос. Вы спрашивали у меня об училищах сокращения. Да, я вам скажу, что тогда, когда был министром обороны Сердюков, он сократил эти суворовские училища в 2-3 раза. И мы провели определенную большую работу и выдали предложение Министерству обороны президенту по вопросу открытия в Алтайском крае Суворовского училища. Вот интересно, и как? Так, это был 2015 год. Мы написали письма в края и области Сибирского нашего округа. Пришли письменные ответы, что они нас поддерживают. То есть Томская область, Новосибирская, Красноярский край. Мы с этими предложениями проанализировали их и отправили в Москву своего офицера в Министерство обороны. Просто интересно, результат какой-то есть, нет? Ответ Министерства обороны, но так как бюджет 2015 года был уже принят, нам федеральный центр сказал, что 80% на открытие Суворовского училища Алтайский край должен заплатить и 20% соответственно федеральный центр. Скажите, есть какие-то шансы для открытия этого училища? Мы будем работать в этом направлении. Одно из направлений ваших. Было бы очень замечательно, чтобы такое училище у нас... В этом направлении мы будем работать. Да, появилось. Сейчас есть возможность поздравить наших настоящих и будущих защитников Отечества с праздником. Несколько слов, пожалуйста, скажите. Уважаемые офицеры запаса, уважаемые ветераны вооруженных сил, я сердечно поздравляю вас с нашим днем, днем защитника Отечества. Это для нас очень и очень важный день, потому что в молодые годы мы были в армии, много лет отдали служение нашей отчизны. Если вспомнить 90-е годы, то был развал, но наши, наши вооруженные силы выстояли. И я желаю всем крепкого здоровья, счастья и быть всегда в строю на благо нашей Родины. И вам тоже здоровья и до новых встреч и с праздником. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что у вас в гостях был председатель Совета Алтайской Кровообщественной Организации «Союз офицеров запаса» Анатолий Александрович Пухтин. Спасибо за внимание. До встречи. Спасибо.